Добрый день, точнее уже, наверное, добрый вечер всем. Я рада вас приветствовать на этом вебинаре. Я очень благодарна, что мы с вами досидели до завершения моего выступления. Оно крайнее на сегодняшний день. Спасибо, что вы прослушали такой большой контент. Я думаю, что каждый раз, когда мы записываемся на такое родное мероприятие, то выходим отсюда с достаточно хорошим багажом знаний. Итак, немного представлюсь. Зовут меня Юлия Букова. Я дизайнер и руководитель одноименной студии «Букова Дизайн». Я в профессии дизайнера по большой любви. Очень сложный тернистый мой путь был с 2018 года. Но очень, скажем так, стремительный, потому что на данный момент уже имею, начиная отдельно взятым дизайнером, сейчас имею свою студию, имею уже в найме сотрудников и, скажем так, хороший ценник для своего региона. Поговорим мы сегодня с вами про планировочные решения. Тема достаточно сбитая. Наверное, уже каждый ленивый обсуждал ее. Но так как у нас до сих пор я вижу всегда картинки в интернете, которые просто, ну, я не знаю, не могу никак описать, вот прямо даже на визуализациях, то есть видны какие-то моменты, связанные с ошибками в планировках, с такими явными, причем, ошибками. И, соответственно, так, сейчас я секунду еще чатик открою, да, посмотрю. Ага, да, все, привет, привет. Я просто посмотрю, как это делается. Вот, поэтому еще раз хотела обсудить. Так, это про меня. Да, собственно, я уже рассказала. Далее. Начнем мы с того, что, ну, планировка – это, скажем так, самая главная часть дизайн-проекта. Это скелет, как я его называю, будущего интерьера. И, соответственно, мы с вами при проектировании должны понимать, что ошибки на данном этапе, они влекут за собой просто, ну, несоизмеримые вообще последствия, которые ни один красивый, шикарный, стильный, дорогой интерьер в дальнейшем, ну, как бы, вот, обложка, да, он уже не спасет. Что хотелось бы сказать? С этим начнем мы, наверное, с самой такой проблемы душотрепещущей. Это минимальное пространство. То есть это наши минимальные проходы, это маршруты наши, которые мы совершаем по квартире, либо по дому. Соответственно, я крайне не рекомендую, я даже просто запрещаю делать их и меньше положенных, да. Соответственно, мы видим с вами картинку, да, как делать не надо. Я думаю, все об этом знают. Те, кто не знают, надеюсь, не с нами. Сказать хотела бы о том, что все минимальные пространства очень хорошо и доходчиво описаны в справочнике Нойферта. Если это до сих пор не ваша настольная книга, то срочно прям вот бегите, покупайте, скачивайте и так далее. Почему так важны минимальные пространства? Потому что, ну, помимо, да, ежедневного, да, нашего какого-то проживания в квартире, это наш комфорт, это психологически момент такой, что нам хочется возвращаться в то жилье, где нам хорошо. Там, где нам плохо, наш мозг сигнализирует, что нам не надо туда, мы не хотим туда возвращаться. Вот. Опять же, к этим же моментам сразу относится и открывание дверей, да, то есть не забываем о том, что у нас, помимо того, что дверь на дверь, конечно, никогда не должна быть наложена, вообще ни в каком случае. Вообще не, вот даже ни разу. У меня просто была ситуация в прошлом году с проектированием, когда клиент очень много и долго убеждал меня, что ей вот открывать дверь вот правой рукой очень удобно. А у нас с правой стороны была гардеробная. И она говорит, и ничего страшного, и я потерплю, и мне вот, и, ну, нет, ну, нет, сразу нет. То есть нужно в таком случае как бы пытаться донести, да, свою ценность, ценность своих знаний, да, и ценность своего решения. И потихонечку, постепенно, мы три месяца обсуждали этот момент на этапе проектирования, на этапе визуализации, на этапе рабочей документации, пока не пришло, собственно, время ремонта и заказывать двери. Вот. И вот очень тяжело иногда проходит, да, процесс, когда мы отговариваем клиентов от какого-то плохого решения, но, тем не менее, нужно его всегда пройти, да, это должно быть так. И сюда же, к дверям, мы относим выключатели. То есть когда у нас есть уже с вами планировочные решения, соответственно, мы понимаем, где у нас будут располагаться выключатели, хотя бы базовые, да, то есть это основной свет. Не забываем о том, что они есть, что они будут, потому что на красивых картинках, на визуализациях, там, на коллажах, не знаю, на концепции, их редко кто когда-то указывает, но по факту потом, когда мы уже всю красоту сделали и переходим к рабочей документации, порой бывает так, упс, особенно, особенно сейчас в наше время с проходными, потому что, ну, тоже, да, я, например, да, эти знания, как бы, нет, сейчас как правильно сказать, я эту информацию собираю на этапе анкетирования, да, и уже понимаю, будут у нас проходные выключатели в той или иной зоне, да, или не будут, и, соответственно, в какое место мы их можем поставить, в прихожую, там, в гостиную, в кухню гостиную и так далее, то есть, если это, там, частный дом на лестнице, вот, я крайне рекомендую избегать наличия каких-то острых углов, естественно, потому что добро пожаловать в клуб отбитые коленки, естественно, я не советую какую-то сложную геометрию стен задавать, если у вас изначально пропорциональное прямоугольное помещение, не нужно, как бы, вот, изобретать велосипед, я не говорю, что сейчас прям надо всю мебель по стеночкам расставить, но хотя бы нужно соблюдать геометрию комнаты, потому что, опять же, наш мозг психологически устроен так, что мы восприимчивы к прямым линиям, нам нравится все квадратное, прямоугольное, ну, в крайнем случае радиусная, да, еще история, и это не про то, что, скажем так, мы любим или не любим, а про то, что наш мозг так работает, вот, ну, так устроен человек, что чем проще, тем лучше, мозг вообще очень ленивая штука, на самом деле, наверное, самая ленивая часть тела, и чтобы его заставить думать, то есть на уровне, да, наших способностей, нужно очень постараться. Далее я хотела бы показать вам немного картинок, то есть поговорим сейчас, да, на примерах. Значит, первый слайд у нас слева сверху о том, что в комнате вот есть неправильная геометрия совершенно сложная, да, какое-то помещение, и еще каким-то образом, зачем-то именно так расположили кровать. Помимо того, доступ к тумбе будет ограничен, то есть тут еще, кстати, нету штор, а ниша под них уже есть, я ее вижу. И даже если это кровать для одного человека, даже если, да, возьмем, скажем так, абстрактное какое-то понятие, то тогда хотя бы, ну, тумбочку переставили бы. Вообще, конечно, всегда нужно крутить вертеть, опланировки, потому что без вот этого гармоничного движения в пространстве вряд ли получится что-то хорошее. Нужно прокладывать маршруты, то есть когда мы с вами проектируем то или иное помещение, или, скажем так, мы приходим, да, хотя бы даже на замеры там в квартиру, мы должны перед тем, как начать расставлять мебель, продумать маршруты движения, то есть есть маршруты движения частые, есть маршруты движения не очень частые, есть маршруты движения редкие. Значит, частые маршруты движения – это, как правило, прихожая-санузел, прихожая-кухня, санузел-ванная, спальня, в данном случае, да, и санузел, и ванная комната, я имею в виду, и санузел детское. Не очень частые маршруты – это у нас идет, например, кухня-спальня, прихожая-спальня, и редкие маршруты, там, допустим, спальня-гостиная, да, что-то вот такое. И мы должны понимать, что чем более частые маршруты, тем шире должны быть проходы, потому что человеку будет, естественно, так удобнее и комфортнее. И опять же, в этих местах, те самые частые проходы, но не должно не стоять таких предметов, которые будут нам доставлять дискомфорта, об который мы можем удариться и поставить себе сняки. Вот. Вот как, например, на фотографии справа чуть ниже. Шикарный вообще интерьер. Я очень люблю минималистичные такие интерьеры, и, в общем-то, и по стилистике, и прям такой чистый минимализм, и по цветовым, и по текстурным каким-то характеристикам. Но визуально, я не знаю, как вы, я вот прям вижу, что расстояние от кровати до стены, оно прям вот, ну, катастрофически мало. А кровать, видно, большая, двухспальная. Соответственно, человеку, который с той стороны спит, чтобы пройти к своему месту, да, к своей прикроватной тумбе, ему придется, ну, потрудиться. И вот это вот, опять же, ежедневный дискомфорт, когда, сейчас немножечко объясню, когда каждый день вы приходите, и вам приходится делать какое-то действие, которое вам не очень нравится, либо, наоборот, совершать, не совершать действие, которое вам хочется, то, опять же, наш мозг, наш ленивый мозг, сигнализирует нам о том, что не надо туда ходить, не надо, там нехорошо, давай задержимся, давай пойдем в гости, давай на работе посидим. И самое парадоксальное, что в том числе и из-за этого иногда люди, которые говорят, там, я в последнее время очень долго, да, очень много задерживаюсь на работе, и при этом у них есть какое-то купленное жилье, возможно, эти два понятия очень даже взаимосвязаны. Потому что психологически каждый день одно и то же неприятное, да, вот это действие, мы его не видим так, как воспринимает это наш мозг. Вот, но он нам сигнализирует каждый день о том, что это стресс, о том, что это кортизол, да, гормон стресса, это плохо, 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 плохо. И складывается, соответственно, впечатление, что не нужно туда идти. И желание на самом деле как бы пропадает. Я уже, знаете, много очень думала над этой темой, когда изучала психологию поведения человека и анализировала свои, да, как бы дома, квартиры, да, где я бывала, где я жила, там, дачу и так далее. В общем, все вместе взятые. И я поняла, что достаточно, ну, большое значение действительно имеет эта теория. И она правдива, ну, для меня, например, процентов на 70. Потому что в прошлой квартире, в которой я находилась, то есть съемное жилье было, я, у меня не было гостей, я не звала никого. То есть у нас не было времени оставаться дома. Дома как-то всегда было куда-то поехать, уйти. А сейчас дом – это мое любимое место обитания. И все мои друзья, и все мои знакомые теперь тусуются у меня, при том, что у меня очень небольшая площадь. Но вот так сложилось. И чему я как бы безмерно рада. И я очень гостеприимный человек. Но я думаю, что в том числе это потому, что вот произошло вот так. То есть правильная, грамотная планировка. Вот. Далее давайте еще немножечко креатива, картинок. Ну, тут вообще просто даже не знаю, с какой фотографии начать. Давайте, наверное, с нижней на этот раз начнем. Вот эта вот история с геометрией комнаты, да, когда вроде бы стены-то прямоугольные. Но тут просто вот фантазия автора решила разгуляться. И у нас огромное наличие, количество острых углов. Неправильная какая-то вот геометрия, да, кровати. Вот это я не знаю, зачем, конечно. Чем это обусловлено. Но это все будет очень жутко неудобно. Это все приведет к синякам, к ссадинам, может быть, даже к падениям. И так, конечно, делать я вам не советую. Ну, то, что касается картинки сверху, слева, тут вообще no comment. Тут просто дельфинчиком вот так вот нырять в эту кровать. Ну, потому что каждый день обходить свой рабочий стол, чтобы лечь и встать, и это тоже не самая хорошая история. Вот. Сейчас расскажу вам немножечко о том, как вообще я проектирую. То есть все мы как бы люди разные, да, и даже несмотря на то, что профессия дизайна, она неотъемлемо, да, связана с каким-то понятиями архитектурными, да, проектировочными. Восприятие у всех разное. И порой получается так, что очень тяжело воспринять планировку и нам, и нашим заказчикам на формате 2D, когда это вот лист бумаги. Поэтому даже уже на этапе обучения в свое время я сделала, я сделала, скажем так, шаг в сторону новых программ. Для меня это был архикад, сейчас их огромное множество, ревит появился, появился, ну, скетчак он и был, то есть какой-то хомстайлер и прочее, прочее, прочее. То есть это такие самые наиболее распространенные профессиональные программы. После того, как я чертила планировку, я переходила в 3D-вид и прямо вот старалась гулять по этим коридорам. Я сейчас так делаю, только уже на, скажем так, 90% наверное мысленно это делаю, то есть переключаться для этого мне не нужно. Хотя иногда, опять же, бывают такие моменты, когда приходится, то есть когда сложное планировочное решение, когда какие-то нестандартные варианты, моменты, хочется там что-то уместить или наоборот что-то, в общем, когда непонятно мне становится, как это будет смотреться вживую, я перехожу в 3D-вид. И опять здесь очередной плюс этого, это то, что мы понимаем уже высоты. Потому что помимо того, что у габаритной мебели есть высота, ширина и длина, у нее есть, естественно, высота. И здесь ты уже понимаешь, какая высота должна быть у предмета, чтобы тебе было комфортно перемещаться. Ну, помимо стандартных высот столов, там, тумб и так далее. Поэтому, если вдруг вы еще до сих пор чертите в каком-нибудь автокаде, то очень советую переходить на программы, которые есть, сейчас, в принципе, мне кажется, даже половина из них в свободном доступе. и очень много онлайн-курсов, даже бесплатных, на YouTube каких-то роликов, переключайтесь, смотрите, изучайте, хотя бы базовые понятия. Потому что я, когда начала проектировать в Архикаде, я... сейчас я комментарий просто прочитала, стойкость с цепочкой, стойкость с цепочкой, этот вход запрещен, не знаю. Вот. Когда я начала проектировать в Архикаде, я, соответственно, не знала эту программу досконально, и я очень, на самом деле, корявенько это делала в плане, ну, функционала, да. А потом уже, когда, как бы, я поняла, что, да, я хочу работать в этой программе, я уже купила, соответственно, курс и прошла его. Но начать там вообще просто абсолютно, и на ваших чертежах никто ваших косяков не увидит, пока вы 3D-модель, да, не отдадите, там, не знаю, кому-нибудь, как вот я сейчас чертежнику, да, отдаю, и, соответственно, она уже может надо мной поржать, я, что я не на конца курса прошла, на 98%. Вот, опять же, потому, что, как бы, в штате появился, да, отдельно взятый сотрудник, который теперь у меня отвечает за все это. Вот, сейчас еще немножко комментарий ваш дочитаю до конца. Работал, упал. Так. Вот, далее, что хотелось бы сказать про высоты, это, конечно, мы не забываемо про наши очень любимые раковины, раковины накладные, особенно над стиральными машинами, я когда вижу, мне прям вот, хочется сказать, лопни мои глаза очередной раз, и, знаете, я даже недавно видела такое исполнение, и подпись в дизайн-студии, как же я скажу, как же там было написано, в общем, что, типа, заказчик несет ответственность за принятое решение по установке раковины на стиральной машине. Это, опять же, возвращаясь к моменту, да, о том, что диалог должен быть, то есть вы не донесли, в этом случае не донесли ту информацию, которая должна быть, что так нельзя делать, что просто вот по рукам, по телу, по этой раковине, по этой машинке будет течь вода, и каждый день человек будет мучиться, и самое, что интересное, что вот эти вот все косяки, они влияют не только на заказчика, но и на нас, на дизайне, сейчас скажу, как бы, если вдруг кому-то непонятно эта цепочка, объясню, почему. Во-первых, когда человек переезжает в новую квартиру, в новый дом, он видит всю вашу красоту только первый месяц, или два. Затем человеческий мозг, опять же, устроен так, что привыкает, зрение наше к этому привыкает, и для нас уже нет вот этого вау-эффекта, там у меня такой там суперский какой-то, не знаю, там камень, да, или на стене, или у меня там какие-то вообще бомбезные просто катины. Это все, конечно, хорошо, это все стильно, интересно, но уже после двух месяцев проживания в квартире вау-эффект у вас не будет, когда вы будете заходить туда каждый день, а может быть и несколько раз в день. И, соответственно, остается что? остается удобство и функционал. Если на этапе проектирования планировочного решения были допущены ошибки, то вот тут как раз они и всплывают, когда начинают люди жить, и когда люди начинают понимать, где им неудобно, где им плохо. И вы думаете, если даже вдруг они вам тогда там сказали, просили вас, что да, не доставьте нам, так нам хорошо, даже если так и было, то в этот момент, пожив уже после проекта, после завершения ремонта дома, они скажут, да, вот тут что-то я лоханулся, наверное, надо было дизайнеру послушать. Нет, ребят, нет, вообще ни разу. Они скажут, это дизайнер, это он, он меня не уговорил, он меня не отговорил, или наоборот, он мне там не сказал так-то так-то сделать. и будете виноваты вы, то есть страдает он, но страдать в тишине у нас могут далеко не все. И такая вещь, как сарафанное радио, это для многих регионов основной вид привлечения клиентов. И, конечно, когда придет кто-то к этому человеку, или когда зайдет речь о дизайн-проекте, как вы думаете, что он расскажет про дизайнера, Юлию Букову, да, да она вот такая, растекая, она мне тут вот это сделала, вот так, вот это так, да, там красивая фреска, но, боже мой, как неудобно мне мыть руки каждый день, и там все у меня льется по рукам, вода стекает на пол, я потом беру тряпку, все это вытираю, да, и все. И сарафан ушел, то есть он пошел в негативчик, от вас уходят потенциальные клиенты. Поэтому на вас, на нас это тоже впрямую распространяется. Это тоже нужно понимать, и, ну, я не знаю, я, например, настолько перфекционист, что я стараюсь сделать так, как было бы мне удобно. Уж простите меня, мои все клиенты, я поспала в каждой кроватке, мысленно. Я полежала на каждом диванчике, потому что все сценарии, которые в этом доме будут проигрываться, ну, насколько бы моей фантазии хватило, я постаралась учесть. Я постаралась пройти по коридорам, зайти на кухню, постоять, приготовить, да, что-то вот. И всегда я стараюсь все это пропускать через то, что было бы удобно, что, да, хотят вот так, но вот так было бы удобно. У меня в 80% случаев в итоге планировочное решение выбирает то, которое хотела сделать я, которое, ну, как бы презентовала я, потому что порой, знаете, знаете, как приходят и говорят, так мне вот тут вот я вижу кухню, да, вот тут вот я вижу спальню, а вот тут вот я вижу это, да. А я переворачиваю вот это вот все видение на 360, и там, где человек видел спальню, я делаю, например, в детской, там, где он видел гостиную, я делаю, может, еще, да. Объединяю, даже когда он сказал, что нет, мы ломать ничего не будем, объединять мы точно не будем, я объединяю, ну, там, или наоборот разъединяю. В общем, то, как я вижу эту планировку, то, как я представляю себе наиболее удобный сценарий для количества проживающих людей, я презентую. И вот в 80% случаев соглашаются с моим решением. Естественно, остается те 20%, которые выбирают все-таки свой вариант. Но, опять же, всегда нужно, конечно, делать право выбора и всегда нужно учитывать потребности клиента. Я всегда делаю планировку так, как хочет он или она. Всегда. Потому что, когда вас просят, да, то есть к вам приходят запросы, но вас просят что-то сделать, а вы этого не делаете, то наступает тоже такое чувство разочарования. Как бы вроде как бы вы пришли к специалиста, но он вас не услышал, он вас не понял, не принял, да. Хотя вы делаете ему планировку на основе его анкеты, но вот не всегда, да, это все понимают люди. Еще что хотелось бы сказать по планировочным решениям, это то, что на этапе первом, да, планировок мы уже, мы еще не знаем, да, допустим, какие будут цвета, какие будут фактуры. Допустим, нам клиент вообще не прислал еще референсов, и мы их не видели. Но уже по геометрии помещения мы должны с вами просмотреть и прочитать фокусные точки. То есть это то, на что будет обращать внимание взор при входе, да, в комнату, что нам нужно скрыть, что нам нужно показать. Вот эти все моменты, они, соответственно, должны быть на этапе проектирования. Мы не знаем, будет эта фокусная точка, там, не знаю, красной стеной или картины, там, как черный квадрат Малевич, да, простит меня Оксана, но я ее прямо очень внимательно сейчас слушала. Вот, но мы знаем, что фокус будет туда, то есть когда мы заходим в помещение, да, нам нужно выделить какую-то зону, на которую хотим обратить внимание. Там, допустим, если это ТВ-зона, да, то фокус будет туда. И уже на этом этапе планировок, в том числе, мы просчитываем какие-то фокусные точки. Это тоже важно понимать, и нужно стремиться к тому, чтобы, опять же, увидеть это, да, то есть уже, скажем так, с течением времени, с наработкой опыта. Я вот захожу в помещение, и я понимаю, да, когда планировка у нас уже начерчена, я понимаю, что вот тут я буду делать какой-то акцент, а вот там тот, например, обл, я вообще не буду никак трогать, и он будет совершенно незаметный. Вот, что хочется сказать, да, в итоге, то, что работа дизайнера, она вообще складывается из мелочей, да, дьявол в деталях кроется, в том числе в интерьере, в дизайне. И на данный момент мне кажется, что чем менее заметен, скажем так, сейчас как правильно объяснить там. В общем, если человек приходит и говорит, что я вот живу там в доме, да, допустим, три года, да, и я не вижу там какого-то особо сильного веяния, да, дизайнера, который мне его делал, но мне в нем комфортно и удобно, то, значит, работал профессионал. Потому что все эти моменты, которые связаны с профессионализмом, с настоящим, да, дизайном, они должны быть незаметными. Человеку должно быть комфортно, удобно, уютно в этой квартире. Да, естественно, стилистически мы что-то обыгрываем, и мы делаем, да, какую-то красоту наводим. Но при этом это должно быть все гармонично. То есть одно без другого, понимаете, да, оно невозможно, оно не будет просто существовать. Вот еще хотела что сказать, вспомнила, сегодня, когда слушала Анну, она рассказывала про дома. У меня недавно, ну как, у меня на самом деле по проектированию достаточно много частных домов, но недавно была такая история, когда ко мне обратился клиент на этапе стройки, у него был залит фундамент. И, боже мой, ребята, какое это счастье, когда еще не возведены перегородки. Я очень всем советую, кто будет работать, да, с клиентами по частным домам, эта история со строительством дома, с проектированием дома, с проектированием планировочного решения, она должна быть неотъемлемой. Это должны быть два события, которые вот параллельно идут. Потому что гораздо проще потом, в дальнейшем, да, все это взять и построить, чем сначала построить, потом половину перегородок нафиг переломать, проемы все сдвинуть, да, а еще там какие-то окна могут попасться там, где мы захотели вдруг поставить кухню, вот, ну, дернул у нас. И человек очень неохотно идет на все эти правки, потому что он заплатил за это денег, за то, чтобы их возвели. И, естественно, теперь ему надо, да, за счет заплатить денег, за то, чтобы их сломали и заново построили. Потому что по проектированию, да, частных домов, это такая вообще серьезная история, связанная в том числе и с, если у нас, да, два этажа, с лестничным проходом, про который вообще половина людей не думают, и делают какие-то, вот, я не знаю, минимальные значения, которые просто не то, что неудобные, они просто ущербные, я вот по-другому не скажу, потому что недавно у меня был проект, где лестница должна быть, как бы, достаточно большая, но для нее было предусмотрено 4 метра, 4 было метра у нас, да, длина, и 3 метра высота, она должна была быть, ну, прямая между, почему-то проектировщик сделал так, что это между двух несущих стен. Я не знаю, зачем в доме две несущие стены на расстоянии 19 сантиметров. Ну, вот, видимо, вот так архитектор называется, я архитектор, я так вижу, был это вот в таком ключе, и очень плачевно было, когда я начала простраивать эту лестницу, и понимала, что у меня ступень получается высотой около 30 сантиметров. Ну, такого быть не есть, да, мы не можем себе позволить, а на минуточку у этих людей то ли четверо, то ли пятеро детей, вот. Поэтому, конечно, когда это все идет одно к другому, и дом строится, да, уже с заготовленным каким-то, хотя бы базовым планировочным решением, да, то все получается в разы лучше и в разы быстрее, и без лишних вообще проблем. Сейчас еще комментарий чуть-чуть прочитаю, вот, трехтеревный дом, да. Да, клиент мечтал о высоких потолках, но заказал дом и возвел с черновым потолком в три метра. Да, тоже такая вот история. Естественно, после ремонта высота будет как в квартире. Да, 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 у меня тоже такая же история была. Я вот прям только отдала сейчас проект, когда люди заехали, они уже купили как бы коробку, вот, доделывали там крышу по мелочи еще, и стоят и говорят, так здорово, у нас будет высота 3 метра, так здорово, так классно. Я говорю, ребята, а у вас теплый пол будет? Будет. А тут стяжка была старая? Не было. А тут вот какой-то, да, утеплитель будет? Будет. И у нас в итоге получается этот пирог толщиной как минимум сантиметров 15-20, и все, еще натяжной потолок или гипсокартоновый, неважно. И все, и высота получается как в квартире стандартной 2,75, ну, там, край 2,75, вот, то есть у нас достаточно такое непродуманное, да, решение, когда мы сначала покупаем дом, а потом мы решаем, что нам нужна планировка, вот. В общем-то, на этом у меня все. Хотел поблагодарить еще раз вас за внимание. Мы вообще с вами большие молодцы. То, что мы в пятницу вечером сидим, учимся, и то, что очень много информации, какая бы у спикеров ни была тема, каждый раз это взгляд со стороны, каждый раз это новая информация. И, знаете, я очень обязана своим нахождением здесь и вообще очень многим бизнес-клубу грани, потому что такое сообщество, да, единомышленников, я уже слышала от предыдущих спикеров, все уже рассказали, показали, да, как, когда вступить. Хотела бы немножечко сказать, тут вот даже девочки присутствуют, которые у нас в клубе в основном, да, о том, что мы там такие прям подруженцы стали за последнее время, и наши оффлайновые встречи – это такое развлечение, это нечто то, чего ждешь, да, на любое, соответственно, оффлайн-встречи. Мы уже заранее знаем, что мы пойдем куда-то встретимся, то есть что-то обсудим. Это всегда очень разный взгляд со стороны, на каждого, да, мы недавно с девочками на Мосбилде там обсуждали, как кто проектирует и презентует, да, свои концептуальные решения, и выяснилось, что там у нас было три человека, и совершенно три разных истории. Вообще это настолько здорово, да, делиться вот этим вот мнением, узнавать чужое мнение. Да, да, Василина, я знаю, и Василина, и Женя, и у всех-всех-всех девочек, да, вас не перечислите, и Аня, и Оксана. Вот, поэтому присоединяйтесь, у нас действительно здорово, у нас классно. Я благодарю вас за то, что вы были с нами в прямом эфире, за то, что прослушали мое выступление. Если у вас есть вопросы, я готова на них ответить. Вот мои контакты, если кому-то требуется. И давайте минуточку, если вопросов у нас не будет, то, наверное, будем мы завершать, потому что все уже устали, всем хочется уже пойти куда-то в другое место, может быть, погулять. Там, не знаю, как у вас, у меня погода вообще здоровская, так, нам солнышко. Вот, я благодарю вас, да, спасибо, спасибо, благодарю. Вот, все, тогда, наверное, буду я отключаться. Почему-то молчит Елена, Елена, Елена. Ладно, все, девочки, всех обняла, всех поцеловала. Очень надеюсь, что со многими из вас встретимся скоро в оффлайне. Все, всем пока-пока.